Родители Захара Григорьевича были с подвижниками Петра Великого. Отец – генерал-аншеф, московский генерал-губернатор. По традиции сын определили в гвардейские офицеры, но в начале карьеры Захара отправляли с поручениями в Вену. Там молодой человек оброс полезными знакомствами и подучил языки. Вернувшись в Петербург, Чернышев попал в ближайшее окружение наследника престола будущего императора Петра III. Правда, Захар вместе с братьями попал в милость к жене царевича Великой княгине Екатерине Алексеевне. Действующей императрица Елизавета заволновалась из-за роста симпатии между молодым офицером и женой наследника престола и быстро нашла формальную причину услать Захара Григорьевича в действующую армию. На полях Европы шла семилетняя война. Коалиция России, Франции и Австрии против Пруссии Фридриха Великого. Чернышев храбро проявил себя в одном из самых жутких сражений – Сорндоровской баталии. Под Захаром Григорьевичем убили двух лошадей, он потерял всех адъютантов и в итоге попал в плен. Русских офицеров представляли лично Фридриху. Он отправил их в темницы крепости, которую русская армия разбомбила в ходе сражения. Просидел Чернышев недолго. Вскоре противники обменялись пленными. Захар Григорьевич получил в свое распоряжение целый корпус и уже в 1760 году от души отомстил королю Пруссии. Он первым из российских полководцев вошел из Берлин. Как раз в это время Елизавета Петровна умерла и на престол взошел Петр III. Последовала резкая смена курса, новый император перешел к войне на стороне Пруссии. А Чернышев, по иронии, стал командующим корпуса, который отправили на усиление армии все того же короля Пруссии. Вот такие перипетии. Русский офицер даже получил почетный орден Черного Орла из рук Фридриха II. Правда, повоевать на стороне Пруссаков Чернышев толком не успел, да и не сильно желал. На престол в России взошла Екатерина II, которая приказала корпусу Захара Григорьевича возвращаться домой. Вернувшегося Чернышева осыпали наградами, сделали военным министром. Пока Суворов, Потемкин и Румянцев ковали победы на полях сражений, Захар Григорьевич реформировал военное устройство страны. Правда, это дало недопрожелателям возможность называть его комнатным генералом, что совсем несправедливо. В начале 1770-х годов военный министр поссорился с самим Потемкиным. Из столицы его отправили генерал-губернаторствовать в Белоруссию. Через несколько лет императрица лично посетила владение Чернышева и восхитилась. Даже дороги, построенные при Захаре Григорьевиче, она назвала райскими садами. Успехи не остались незамеченными. Императрица назначила Чернышева генерал-губернатором Москвы. Захар Григорьевич и на этом посту проявил себя чрезвычайно успешно. Он отремонтировал ветшающую столицу и заслужил любовь простого народа. Правда, правил Белокаменный Чернышев недолго. Всего через два года Захар Григорьевич умер. Поехал проведать свои белорусские владения, простудился и так и не выздоровел. Захар Григорьевич начинал как бравый офицер, но в итоге раскрылся как хороший государственный управленец. Роскошный дворец Чернышева на Тверской стал сначала резиденцией генерал-губернатора Москвы, а теперь резиденцией мэра столицы России.